Причем облепиху мы выращиваем на своем участке. А как по-литовски будет облепиха? Цвет, как у старой машины нашего дедушки. И божественный напиток, витаминный. Все? Приятного аппетита! Чтоб не лопнул мой кувшинчик. Так, мне нужна помощь и удовольствие. Придержи, пожалуйста. Всем привет! Лабос, ребята! Сегодня я буду готовить кисель из облепихи. Это самый любимый напиток в нашей семье. Причем облепиху мы выращиваем на своем участке. От этого она для нас еще вкуснее. И вообще считается, что облепиха это кладезь витаминов. Сейчас это очень-очень актуально. Поэтому этот кисель мы готовим очень-очень часто. Для киселя мне понадобится кастрюля с водичкой, ягоды. Ягоды у меня из заморозки, я их уже вымыла. Поэтому они немножечко такие приплюснутые. Свежие ягоды вообще очень-очень красивые. Прям такая вот. Ягода собрана в нашем саду. У нас целый облепиховый сад. Я ее замораживала, вот сейчас достала в кисель. Так, еще мне понадобится сахар. И, конечно же, крахмал. Поехали! Кастрюльку я наполнила водой наполовину, потому что я дождусь, когда закипит водичка с ягодками. Ягоды проварятся немножечко. Потом я процежу ягоды. Отожму там все пюре, которое есть из ягодок, всю мякоть. Потом процежу и долью уже водички до полного объема кастрюли. И буду варить. Пока закипает у меня водичка в кастрюле, я подготовлю 200 грамм сахара. Сахара много, потому что облепиха вообще ягода очень кислая. И она очень любит сахарочка. Я люблю вкусный кисель. Поэтому сахара у нас получается вот столько где-то. И так, пойдем посмотрим, как там компотик пока. Так, я немножечко помогу закипеть в своей плите. Будет очень вкусно. Вообще, к этому киселю очень часто в нашей семье подаются блины. Это тоже одно из таких любимых блюд и удовольствий, которые мы себе готовим. Ягоды закипели. Я даю им провариться. Ну, хотя бы минут 5. Мне надо, чтобы они все полопались, выпустили свой сок. Те, которые не полопаются, я потом толкачиком через сито пропущу. И заберу всю вкусняшку из них. Так, таймер мне подсказывает, что время вышло. Ягодки у меня готовы. Они проварились. Возьмем вот такой вот рушлачок. Так, вот какие у нас тут ягодки. Сейчас мы это делаем все в процессе. Теперь ягоду мы будем протирать через сито. Для этого я беру вот этот рушлачок и вот так вот аккуратненько мы протираем ягоды через сито. В конечном итоге у меня должны остаться только косточки и немножечко жмыха. Все остальное из ягод я забираю. Ягодки проваренные, протираются они очень легко и быстро. Вот, пожалуй, все. Очищаю толкачик. Проливаю вот эти все ягодки еще разочек. Я еще размешаю хорошенечко. Оттажим еще разочек. Посмотрите, что у меня осталось. Это все у нас идет на выброс. Пропущу через такое меленькое ситечко. Так, мне нужна помощь. Придержи, пожалуйста. Аккуратненько. Вот сколько я еще мусора отсюда убираю. Всегда пропускаю два раза, чтобы убедиться, что все косточки я все забрала, ничего не проскочила. Возвращаем на плиту и будем дальше варить. Я сейчас долью. Я подготовила фильтрованную воду, чтобы кастрюля у меня была полной. Доводим до кипения. Сейчас мы добавим сахар. Проварим немножечко, чтобы сахар растворился. И заварю крахмал. Возьму крахмала. Две столовые ложки. Не люблю очень прямо вот уже совсем крутой кисель. Мне нравится больше киселечек, как... Ну, такое что-то среднее между компотом и киселем. Добавляю водичку. Размешиваю. Так, закипело у нас тут все. Сейчас мы уберем вот эту вот пенку. Весь-весь вот этот вот мусор мы уберем. Теперь я добавляю сахар. Я уже говорила, что облепиха, кислая ягода, любит сахар. Мы любим тоже сладенький киселек, поэтому я добавляю грамм 200 сахара. Размешиваю. Немножечко у нас покипит. Пока еще компот. Цвет, как у старой машины нашего дедушки, которая стоит во дворе. Вот прям один к одному. Сахар уже растворился. И я добавляю крахмал. Такой тоненькой струнечкой помешиваю. Аккуратно ввожу, чтобы не было комочков. Так, все. Теперь мы немножечко еще проварим. О, в этот раз у меня. Представляете, какой красивый цвет. Это просто сказка. Я не знаю. Это волшебно. И божественный напиток, витаминный. Готов. Видите, какой он красивый. Запах необыкновенный. Странно, что еще не прибежал наш ребенок на этот аромат. С вопросом, что у вас тут вкусно пахнет. Кажется, кисель облепиховый. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как по-литовски будет облепиха. Итак, мой кисель готов. Сейчас я налью. Сейчас я налью. Обалдеть. И если вы думаете, что он получился очень-очень сладкий, то это не так. Некоторые, скорее всего, добавят туда еще и сахара. Потому что кислинка очень даже чувствуется. Переливаю кисель в кувшин. Переливаю черпачком, потому что кисель горячий. Чтобы не лопнул мой кувшинчик. Переливаю. Переливаю королепкий. Переливаю분.